Раньше люди не имели часов, как они считывали время. Но это заблуждение, что они не имели часов. Находят находки таких сложных часов, которые на сегодняшний день даже нашим умельцам Кулибинам не под силу сделают. Механические компьютеры находят, вот именно механические, вот на затопленных кораблях. Правда, это как-то не становится широко известно, потому что нам внушают, что наши предки были примитивными и глупыми. А в действительности совсем не так. Наши предки были богами, и мы в прошлой жизни были богами. И более того, как пишут веды, наши предки жили на горе Меру, откуда они повелевали планеты, звездами и вселенными. То есть наши предки были повелителями вселенных. Но кому-то очень не нравится это положение, поэтому нас стараются всячески опустить, принизить. То есть прежде всего опуская и принижая наших предков. А часы, ведь наши же, опять же, предки, они жили по вежам. А вежам можно только с помощью часов отследить. Причем там, поскольку было много будильников, то есть каждый будильник там звенел по-своему, который сигнализировал, что пора делать то или иное действие, для того, чтобы человек мог правильно организовать свою жизнь. То есть вежа — это временное расстояние, полученное от деления суток на целое число. Но когда человек живет по вежам, тогда у него все правильно. У него в пространстве временном организованы правильные многоугольники. Это говорит о том, что он, в принципе, идет на прямой контакт с теми функциями богов, которые заложены в этих числах. Заложена в числе 5 функция жизни. Питаетесь вы по этой функции через 448 минут, которая получается при делении 24 часов на число 5. Вы заложили эту функцию жизненки в своем пространстве. Заложили вы функцию числа 6, у которого функция почета. Но число 6, оно вообще интересно, что это число Земли в действительности. А число Земли — это резонанс с Землей, это сила Земли, земной стихией. Поэтому все эти числа мы можем получать чрезвежие. И когда мы стали жить хаотично, мы стали невежественными людьми, потому что мы не используем эти знания.